Велосипед БСА 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 МВЗ, но директора московского велосипедного завода, который, в общем-то, ездил в Англию и как раз налаживал поставки оборудования и запчастей, и у него на его велосипеде стоял точно такой же катафот. Такие катафоты не ставились в СССР. Это чисто английская тема. Вот такую форму он имеет, такой объемный. Кстати, потом, по-моему, на зефах на каких-то я видел что-то похожее. Так, ну, заня втулка ИДИ, все понятно. Здесь, как бы, ничего необычного нет. Усы крепятся, естественно, на гайки колесные. Вот таким вот образом они сделаны. Они подходят снизу и наверх пошел хомут. То есть, они подходят не сбоку. Потому что здесь есть натяжитель и, чтобы они не конфликтовали между собой, ус сделан вот такой вот как бы хитрой формы. Да, здесь стоят, ну, естественно, здесь сохранились прям даже цепочки и все дела. И здесь стоит резина, сделана в Англии. Давайте я вам покажу протектор, который она имеет. На резине у нас здесь вот такая вот шашечка. И сбоку такая насечка. То есть, вот такой рисунок английский актуален для, собственно, для довоенной Англии. Спереди деколь нас отличается от того, что вы видели до этого. Здесь она более сложная. Вот бы сая бассикл. В общем, такая красота. Значит, на руле, обратите внимание, ну, руль обычный, типичный для дамских вот этих велосипедов. Ручки тоже тут оригинальные остались. Они имеют у нас, ну, как бы вот такой вот узор. Руль типичный для этих велосипедов. Здесь сделано для... Здесь сделано сразу крепление для ручки тормоза. Здесь у нас ручка такая металлическая, с железной тягой. Ну и, собственно, тормоз на хомутах крепится у нас на вилку. Также здесь есть правильный звонок. На нем вот такое вот есть клеймо. Он достаточно большой. Нижняя подложка черная, сверху хром. А на кнопке тоже клеймо. Так, передняя втулка у нас, ну, тоже типичная английская. Вот такой вот формы с масленкой. И здесь усы, как вы видите, прямые. Здесь они подходят прямо, потому что они ни с какими натяжителями не конфликтуют. И, ну, таким вот образом тоже они крепятся на колесные гайки. Левый шатун имеет вот такое тоже лого МОС-БСА. Ну, понятное дело, что здесь масленка на каретке такая присутствует. Каретка, в принципе, обычная. Номер рамы выбит на подсидельном зажиме. Да, и вот такие вот подпружиненные, значит, здесь есть под насос у нас крепежи. Хому, кстати, англичане, да, делали на двух болтах. Один был держат сам хомут, а другой, как бы, цепляет к нему рычаг тормозной. Так, теперь я вам хотел показать щиток цепи. Значит, смотрите, он состоит из двух половинок. Он здесь у нас свинчан с одной стороны винтиком и с другой стороны винтиком. Ну и все, он может пополам разъединиться. На нем есть вот такое логу БСА. Вот так это выглядит. И также на нем по кругу есть цировки. Обратите внимание, что он такой неправильной овальной формы, что снизу он не такой, как сверху, он не симметричный. Также в него здесь у нас проходит пиро велосипеда. И здесь вставляется вот такая вот заглушка. Вот здесь есть специальные пазы. Она сюда входит и вот так вот очень декоративно все это дело еще дополнительно закрывает. С обратной стороны крепление выглядит таким образом. Значит, такая вот есть нога, значит, которая, ну, с хомутом, которая цепляется за нижнюю трубу. Вот тут, видимо, за подсидельную трубу цепляется вот такой вот хомут. Так это выглядит. Также тут крепеж такой. Все, с обратной стороны такая тоже сложно сочиненная конструкция. Здесь тоже есть такой крепеж, то есть сюда вставляется какая-то пластина, которая крепится, я не знаю, наверное, за втулку, чтобы с задней части эта защита держалась. У меня вот ее, кстати, нет. Буду что-то думать. Да, на самой защите сверху есть... Да, на самой защите сверху есть вот такая вот пробка. Ее можно открутить. Я так понимаю, что для того, чтобы цепь смазывать можно было. Она латунная. Необычная история с ободами. Обода у нас здесь хромированные, но они имеют вот такой вот декор. То есть посередине они черные и обрамлены зеленой цировкой. По всему ободу такая красота идет. Спицы, кстати, не хромированные, окрашенные в черный цвет. Да, обратите внимание, что коронка вилки тоже хромированная. То есть не вся вилка полностью закатана в черный цвет. Ну и стремяной тормоз вот таким вот образом выглядит. К сожалению, это вот все, что у меня есть. Все остальные детали мне придется, я думаю, что самому доизготовить, чтобы его сюда поселить. Да, забыл показать, здесь еще на короне есть, смотрите, такое клеймо БСА. Тоже важный момент, не видела раньше такого. Да, и вот, кстати, необычная форма чашек рулевой. То есть советские почему-то немножко иначе выглядели. Вот особенно верхняя вот эта. Также с этим велосипедом был вот такой вот необычный багажник. Я думаю, что допкомплектация какая-то просто. Значит, смотрите, вот он такой весь с вензелями, сделан весь из пластинок. На нем здесь, значит, написано, что это турист. Вот такая история. То есть багажник туристический. Чик поставили на велосипед, все, можно в поход ехать. Ну, такие вот ножки имеют тоненькие. Вообще багажник достаточно легкий, достаточно тонкий. И это все крепится у нас. И это крепится у нас все на перья вот так вот просто хомутами. То есть никаких специальных креплений на велосипеде для него нет. Да, конечно же, галочка у нас под сидельный штырь для того, чтобы вы могли выставлять посадку по длине и делать ее там короче длиннее и так далее. Хотя я и так показывал, что на старых велосипедах, смотрите, какое маленькое расстояние от седла до руля. То есть вы сидите с суперровной посадкой, и руки у вас находятся буквально у бедер. В общем, что такое велосипед. В общем, я надеюсь, что эта информация будет, в общем-то, полезна вам, товарищи, реставраторы и коллекционеры. Этот конкретный велосипед мы будем перекрашивать. И перекрашивать мы будем его в оригинальный окрас. То есть мы отрисуем заново все эти деколи, цировки и так далее. К сожалению, здесь в данном случае родную краску мы сохранять не будем. Хотя уверен, что многие из вас бы так поступили. Но не в этот раз. Также я надеюсь, что этот велосипед мы отфоткаем. Если что, фотографии этого декора подробного тоже в своей соцсети все выложим. А у меня пока что на этом все. Всем спасибо за внимание.